Открытый республиканский турнир по фехтованию. Серьезная ступень для молодых и амбициозных спортсменов. От результатов соревнований зависит дальнейшая спортивная карьера фехтовальщика. На кону участие в первенствах Европы и мира вхождение в состав сборной своей страны. Работа над ошибками позади. Здесь на главной арене состязаний они должны показать все, чему научились. Задача максимум превзойти соперников. В этом году в турнире памяти участвуют более 200 спортсменов. Победа на соревнованиях будет разыграна между представителями сильнейшего состава страны. А поэтому финал обещает быть жарким. Среди призеров прошлых соревнований наши брестские спортсмены. В этом году они тоже всерьез настроены на лидирующие места. У нас 4 человека сейчас являются кандидатами на участие в первенстве мира Европы и Великодетов. Готовятся планомерно. И плюс еще целая скамейка ребят, от которых мы ждем результаты, которые готовятся. И в будущем, я надеюсь, нас порадуют своими результатами. В первый день 52 участника сошлись в поединках на саблях. Спортсмены – ребята до 16 лет. У многих из них за плечами немалый опыт участия в соревнованиях такого уровня. А кто-то впервые пробовал свои силы на серьезном турнире. Новички, несмотря на сложности, отметили много плюсов для себя. Мне дает это уверенность и большой опыт. Потому что ребята есть с 99-го года, а я как с 2004-го года, мне с мастерами такими 99-го года – это только в радость. Сегодня фехтование – один из самых популярных видов спорта. Заниматься им мечтают многие. Но только сильные духом, умеющие просчитывать каждый свой шаг, четко продумывать стратегию борьбы, могут достичь каких-либо результатов. Очень много логики здесь нужно. Думать надо, когда ты готовишь. Просчитывать соперника. Какими качествами нужно обладать? Скоростью. И думать очень хорошо надо. Для каждого из участников состязаний огромная честь выступать в турнире, посвященном памяти героев обороны Брестской крепости. Ведь это дань истории, проявление уважения к предкам. Тем более уровень республиканских соревнований с каждым годом заметно растет. А это не может не привлекать настоящих спортсменов. Существовали и в самые тяжелые времена. Мы их проводили. Проводим сейчас и будем дальше проводить. Как бы то ни было, сейчас вот вы видите база на сегодняшний день в Бресте. Лучшая база в стране, где мы можем принять, в принципе, провести любой международный турнир. И на сегодня все к нам приезжают. Потому что там вот такой базы в стране нет. У нас 12 полноценных дорожек. Нам с удовольствием приезжают дети. Поэтому, если мы проводили турнир, не имея никакой базы, то сейчас мы просто обязаны его проводить на более высоком уровне. Компания Бук-ТВ.